Россия и Украина на переговорах обсуждают острые темы взаимных отношений от цены на газ до экономического сотрудничества на постсоветском пространстве. Киев уже несколько лет пытается пересмотреть газовое соглашение с Москвой. И совсем недавно российский Газпром выставил украинской стороне счет на 7 миллиардов долларов. О чем договорились сегодня президенты двух стран, сообщит Олег Шишкин. В основном переговоры касались двух вопросов. Цены на газ и интеграции в рамках таможенного союза, образованного Россией, Белоруссией и Казахстаном. Резонно было бы предположить, что Украина, как самый крупный наш торговый партнер в СНГ, также не останется в стороне. Но четкого ответа от украинской стороны до сих пор нет. И такое промедление уже обернулось экономическими потерями. Товарооборот между нашими странами снизился на 5 миллиардов долларов. Эксперты же указывают Украине на очевидные выгоды от сотрудничества в рамках таможенного союза единого экономического пространства. И наши специалисты, и Институт экономики и прогнозирования Академии наук Украины сделали вывод о том, что в случае присоединения Украины к таможенному союзу рост ВВП составит от 1,5 до 6,5% в зависимости от глубины интеграции. Чем мы плотнее работаем с Казахстаном и Белоруссией, тем сложнее Украине выходить на наши рынки с традиционными своими товарами. Это президент Украины, конечно, беспокоит, это понятно. С 2015 года у нас движение рабочей силы будет ограничено из других стран, кроме таможенного союза. Мы уже об этом публично объявили. Вот сегодняшний льготный порядок передвижения рабочей силы будет сохранён только для стран таможенного союза. Конечно, это нас беспокоит, и Россию беспокоит, и Украину. Мы вместе должны будем подумать, как избежать вот этих негативных вещей и всё сделать для того, чтобы не было никакого ухудшения. Украина очень сильно отстала от таможенного союза. Фактически 8 лет формировалось это содружество, и Украина на первоначальном этапе принимала участие. Потом был огромный перерыв, и в результате этого на сегодняшний день практически ни к одному из положений таможенного союза Украина не присоединилась. Мы заинтересованы в том, чтобы рассмотреть эти документы. В общем-то, идёт такой процесс, я бы сказал, больше пока политический, чем экономический. У нас в таможенном союзе практически все вопросы решаются консенсусом. Он построен исключительно на основе учёта интересов всех трёх сторон. Поэтому этот процесс сложный и требующий присоединения, конечно, и Белоруссии, и Казахстана к этому процессу. Мне кажется, ни в Украине, ни в России нет экспертов, которые бы, серьёзных экспертов, которые бы не считали, что это для Украины исключительно положительный процесс. И, как сказал президент Украины, по сути дела вопрос сейчас находится в политической плоскости. Это политический вопрос, это политический выбор самой Украины. И мы, безусловно, будем относиться с уважением к любому. Около двух часов президенты общались с глазу на глаз. Говорили и о расширении сотрудничества в атомной сфере и самолётостроении. Но самый острый вопрос о газе. Украину не устраивает цена на газ, а российская сторона недовольна тем, как Украина относится к выполнению договорённостей. За недобор газа по итогам прошлого года украинская сторона, согласно условиям контракта, должна выплатить «Газпрому» 7 миллиардов долларов. И пока не спешит этого делать. «Нафтогаз Украины» заявил, что считает требования «Газпрома» несправедливыми. Между тем, газотранспортная система Украины давно нуждается в модернизации. «Газпром» готов инвестировать необходимые средства при условии создания либо совместного предприятия, либо заключения договора долгосрочной аренды. Переговоры на эту тему идут, и, как ожидается, решение может быть принято до конца этого года. Между тем, газотранспортная система Украины уже не так важна для России, как раньше. Полное завершение строительства двух газопроводов в обход Украины, Северного и Южного потоков позволит обеспечить бесперебойную доставку энергоносителей в Европу. Олег Шишкин, Андрей Лесных, Артем Антонов, Первый канал.